Который хочет достичь успеха, он его достигнет. Но для этого надо здесь быть. Быть, делать и тогда только иметь. И Валя сказала, что не обязательно, чтобы здесь пришли люди-бизнесмены, у которых много денег, которые могут продукции много купить, может быть, статусные купить, да? Нет. Я пришла в компанию, у меня денег было минимум. И я купила баночку Диполина. Я его до сих пор, Диполин, люблю. Через две недели я купила бутылку хлорофилла. И когда я пришла на домашний кружок, это такой метод работы для новеньких, кто не знает. И когда я пришла на домашний кружок однажды к своим спонсорам, Олени с Михаилом, и говорю, ну мне и продукция нравится, и косметика нравится, я бы хотела и то, и то. Но финансы поют романсы. На что мне Михаил сказал, здесь можно заработать деньги на продукцию. Я только спросила, что надо делать. Ну что надо делать, будете спрашивать у своих спонсоров. И с той поры я в НСП уже 18 лет, в 2009 году, я была в Америке на производстве. Когда было у нас много в Америке. Вы знаете, вы рад мечтайте. И в детстве мечтают дети, и уже взрослые иногда мечтают. Но я даже в каком-то таком красочном сне не могла даже представить себе, что я могу попасть в Америку на производство компании НСП. А это действительно случилось, потому что я делала все, что могла. Я вкладывала время, я приходила на занятия, я приглашала людей в зал. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то слышал, кто-то не слышал. Это нормально все. Но я говорю, все не придут в НСП работать. Хорошо, если придет 80% населения Беларуси пользоваться продукцией. Потому что если все сюда ринутся, кто будет хлеб печь, кто будет колбасу выпускать, кто будет одежду шить. Так не будет. К нам придут те, кому это надо. Самое главное, чтобы вы владели информацией. Чтобы вы знали, что сказать человеку. Узнать у человека его потребности. Поэтому возможности здесь, все, что Валя назвала, действительно есть. Я вас всех люблю.